Привет, я Гульнас, и сегодня мы шьем базовую кофту, блузу. Вы с легкостью можете удлинить ее и получить таким образом платье. Это платье блузу можно носить как отдельный элемент, так и сочетать с чем-то. Одним словом, мы сошьем базовую универсальную вещь, которая точно должна быть в вашем гардеробе. И главным образом мы сделаем это очень быстро и просто. Сегодня я научу вас, как обрабатывать срез горловины без обтачки, то есть без всяких дублеринов и флизелинов. Мы обработаем срез косой бейкой, а также научимся правильно кроить ее. Сегодня мы сошьем эту блузу, кофту, пользуясь только базовыми лекалами плечевого изделия, то есть полочки, спинки и одношовного втачного рукава. Базовые лекалы, это означает, что вы, руководствуясь своими мерками, построили основу именно на свою фигуру. И эта базовая основа, эти лекалы, будут иметь прекрасную посадку на вашей фигуре. О том, как создавать эти лекалы и доводить их до совершенства, я рассказываю в своем видеокурсе. В этом курсе, во-первых, я научу вас правильно снимать мерки, а затем, пользуясь этими мерками, построить свою индивидуальную базовую конструкцию плечевого изделия. После этого мы с вами раскроим макет, то есть тестовое изделие, и примерим его на фигуре. Внесем поправки, если это будет необходимо, и таким образом доведем лекала, базовую конструкцию, до совершенства. После этого вы получите идеальное лекало, и вы сможете шить бесконечное количество изделий, плечевых изделий. Это блузы, кофты, платья, рубашки, жакеты. Без дополнительных примерок, поскольку эти лекалы будут иметь всегда отличную посадку на вашей фигуре. Для того, чтобы заказать этот видеокурс, напишите мне на почту Курс стоит 4000 рублей, и по этому курсу вы научитесь не только снимать мерки и создавать макет, но и шить различные виды юбок, брюк, платьев, рубашек. Я расскажу о тонкостях и нюансах обработки различных деталей и узлов. Научу конструировать, создавать лекала, чертежи, а также моделировать их. Расскажу о том, как кроить, а также качественно и красиво шить. Курс отлично подходит для новичков, и поэтому даже если вы никогда не шили, я гарантирую, у вас точно все получится. И более того, вы всегда сможете рассчитывать на мою поддержку, советы и консультации. Вы всегда сможете написать мне по любым возникшим трудностям и вопросам. И я постараюсь сделать развернутый ответ письменно, нарисовать схему, картинку, или даже снять видео по вашему вопросу. Для пошивы такой блузы, кофты нам необходима ткань. Примерно расход ткани равен длине изделия, от уровня плеч до уровня низа, плюс длина рукава. На самом деле этого достаточно, но можем добавить еще сантиметров 10-20 на припуски и обработку срезов. При стандартной ширине с тканью 140-150 см. Подобный расчет, как правило, подходит примерно до 48-50 размера, иногда и больше. Все зависит от того, какие прибавки на свободу вы берете и какого силуэта кофты хотите сшить. Стачивать срезы мы будем либо армированной, либо полиэстеровой нитью. Если ткань достаточно тонкая, нежная, лучше выбирать полиэстеровые нити, поскольку они тоньше. Но обметывать срезы необходимо однозначно полиэстеровыми нитями, поскольку они намного тоньше. Если вы обметываете на верлоке, то нам необходимо 3 полиэстеровых нити, а верлок можно заменить и обычной строчкой зигзаг. Для этого понадобится 1 полиэстерова нить. Также нам необходимо 3 пуговицы. Одна для среза горловины по спинке и по одной по низу рукава. Ну и стандартный набор инструментов. Портновские булавки, мелок и ножницы. Раскроили полочку, спинку и рукав с припусками по всем срезам по 1 сантиметру, либо по 1,5 сантиметра. И начнем собирать изделие с детали полочки. Полочку раскроили в сгиб посередине, то есть она цельная. И у нас есть нагрудные вытачки, а также талевые. Каждую из вытачек сложим пополам. Закрепим булавками. Закрепили булавками нагрудные и талевые вытачки. Теперь нам необходимо будет их прострочить. Спинку мы раскроили также в сгиб посередине. То есть среднего шва посередине спинки нет. При желании вы, конечно, можете всегда его оформить. А пока нам необходимо будет сточать талевые и плечевые вытачки, если они у вас есть. А также пока деталь спинки разложена полностью на столе, и у нас нет никаких объемов, которые мешали бы нам работать, мы можем оформить капельку, вырез посередине спинки. По середине горловины спинки сделаем отметку. От нее опустимся примерно на 5-7 сантиметров. То есть просто проведем перпендикуляр вниз. А теперь для того, чтобы сформировать округлую капельку, нам необходимо посередине примерно отступить по полсантиметра вправо и влево от вертикали. А затем нарисовать вот такую капельку. Таким образом, самая широкая часть будет примерно посередине вертикали. В самом начале у среза горловины линии смыкаются по низу капельки. Линии также практически смыкаются, но по круглой. Таким образом, острого уголка здесь не должно быть. А теперь вырежем эту капельку. Вот такой вид она пока имеет. Ну а пока сточаем выточки плечевые и талевые. Также складываем их просто пополам, закрепляем булавками и даем строчки. Для обработки среза-разреза капельки по срезу горловины, спинки, также по низу рукава, нам необходимо скроить полоску, которую называют косой бейкой. Она называется так, потому что скроена по косой. Вы, наверное, знаете, ткань имеет направление нити. Вдоль кромки идет долевая нить, а поперек кромки уточная нить, то есть перпендикулярно кромке. Как правило, долевая достаточно прочная и не растягивается так сильно, как растягивается уточная нить. Именно поэтому все изделия в длину, платья, кофты, блузы, брюки, юбки мы краем по долевой, то есть располагаем вдоль кромки, для того, чтобы в процессе носки изделия не вытягивались и не провязали. И таким образом в ширину изделия краятся полуточной. А значит, они немного могут растягиваться, и это обеспечит дополнительный комфорт. Мы будем обрабатывать округлые, непрямые срезы. Для этого можно воспользоваться лентой скроенной полуточной. Не каждая ткань полуточной будет с легкостью принимать различные формы. Поэтому мы скроим полоску по косой, то есть по диагонали на 45 градусов кромки к долевой нити и на 45 градусов к уточной. Полоска, скроенная по диагонали ткани, будет растягиваться очень хорошо и вести себя словно резинка. И при этом она легко изгибается и приобретает различные формы. Конечно, это немного увеличивает расход ткани, но зато эффект намного лучше. Кроим полоску шириной 2,5 см, а длиной примерно равной длине среза горловины, плюс 15-20 см. Но я советую скроить больше, поскольку нам еще такая полоска будет необходима для обработки среза низу рукава и капельки по низу рукава. Итак, скроили полоску и теперь нам необходимо перевернуть деталь спинки изнанкой наверх и лицевую сторону косой бейки приложить к изнаночной стороне спинки. Соединяем срезы горловины и срезы по капельке. Далее спускаемся ниже, совмещаем срезы, закрепляем булавкой. Снова продвигаемся небольшими шагами, небольшими интервалами вниз, закрепляем. И когда мы подходим к округлому срезу низа капельки, то срез просто можно растянуть, превратив в прямую линию. И приложить уже прямой линии косую бейку, совместив срезы. Следите за тем, чтобы случайно не сформировать и не закрепить складки. И вот мы уже подошли снова к прямому срезу и просто подтягиваем косую бейку и прикрепляем. Конечно, вы можете купить готовую косую бейку. Вы можете сделать также ее контрастной для того, чтобы создать тонкий лаконичный акцент. Но если вы хотите, чтобы окантовка была из той же ткани, как и все изделие, то необходимо будет скроить самостоятельно косую бейку. Тем более, делается это очень просто. Итак, мы закрепили полностью срезы капельки. И теперь лишнее можем отрезать. Теперь нам необходимо дать строчку вдоль всего среза косой бейки на 5 мм от края. Косую бейку желательно держать сверху. При этом стараться контролировать, чтобы по нижнему срезу не образовалась складка, поскольку срезы достаточно округлые. Аккуратно продвигаемся. Здесь также проходим на 5 мм. И старайтесь, чтобы у вас снизу не образовалась складка. Это возможно. Прострочили талевые вытачки по спинке и сразу поутюжим их. Можно заутюжить в центр, то есть к середине спинки. Можно наоборот направить к боковым срезам. Большой разницы в этом не будет. Самое главное, чтобы обе половинки были полностью симметричны. Также прострочили плечевые вытачки и заутюжили их к центру, либо наоборот к срезам проймы. Ну а теперь завершим обработку капельки по середине спинки, по срезу горловины. Мы притачали косую бейку к изнаночной стороне капельки. А теперь перевернем деталь спинки на лицевую сторону. Лицевую сторону наверх. И отогнем открытый срез косой бейки. Немного заправим срезы вовнутрь. И накроем срезом в сгибе строчку, которую мы только что проложили. Самое главное, нам необходимо на 1 мм перекрыть эту строчку. Закрыли и закрепили булавкой. Продолжаем аналогично. Подгибаем срез и отгибаем. Накрываем строчку, закрепляем булавкой. По низу капельки то же самое. Просто необходимо округлый срез растянуть, превратить в прямую линию. Снова загибаем открытый срез, накрываем строчку. Не нужно перетягивать слишком сильно. И закрепляем. Прикрепили косую бейку по всему срезу капельки. Теперь нам необходимо дать строчку на 1 мм от внутреннего края косой бейки. По всему срезу капельки. Прострочили на 1 мм. И на этом капелька готова. Обязательно хорошенько ее поутюжьте. А теперь соединим спинку с деталью полочки. Соединим плечевые срезы. И также сразу боковые срезы. Подтянем друг к другу. Срезы проймы должны совпасть. Так же как и уровень низа изделия. Закрепили плечевые и боковые срезы. И теперь нам необходимо дать строчку на 1 см от края по всем 4 срезам. И эти срезы мы должны обметать на верлоке, либо строчкой зигзаг. Обработаем срез горловины косой бейкой. Изделие вывернуто на изнаночную сторону. Лицевую сторону косой бейки мы приложим к изнаночной стороне спинки. Выводя примерно 5 мм. 1 см. за пределы капельки. Закрепим булавкой. И далее продолжим присоединять срез косой бейки к срезу горловины. Но будьте внимательны, чтобы случайно не растянуть срез горловины. Можно немного подрастягивать косую бейку. Но не очень сильно. Если вы увидели, что по срезу горловины, к примеру, образовалась вот такая волна. Это слишком большая перетяжка. Волна может быть еле заметной по срезу горловины. По косой бейке никаких волн и излишков быть не должно. И оставим примерно 5-7 см. за границей второго края капельки. Теперь в круговую нам необходимо будет дать строчку на 5 мм по всему срезу горловины. Притачали косую бейку в круговую к изнаночной стороне изделия. А теперь, прежде чем притачивать второй срез, я расскажу о том, как нужно делать правильно. В этой модели я решила обработать петлю, сформировать петлю из той же самой косой бейки. Для того, чтобы линия была непрерывной. И из хвостика, который мы оставили, сформировать петлю, навесную петлю. Но этот хвостик необходимо будет таким образом спрятать под второй срез. Иными словами, эта петля будет практически полностью видна по лицевой стороне изделия. Для того, чтобы сформировать такую же петлю, но обработать ее немного аккуратнее и скрыть основную ее часть, то лучше всего сначала приточать косую бейку к лицевой стороне изделия, а затем отвернуть наизнанку и уже сформированную петлю таким образом вам необходимо будет прятать под срез со стороны изнанки. И по лицевой стороне большой петли видно не будет. Она будет намного аккуратнее. Но есть одна сложность в таком способе. Вам необходимо будет подогнуть, представим, что это изнаночная сторона, подогнуть припуски так, чтобы перекрыть на 1 мм шов, который только что мы проложили, шов придачивания бейки к срезу горловины, накрыть на 1 мм, и затем дать строчку по лицевой уже стороне, попав прямо на шов придачивания бейки к изделию. То есть вам нельзя опускаться ни ниже, ни выше на область бейки, прямо посередине. Таким образом, строчка получается ювелирной, поскольку по изнанке вы должны закрепить 1 мм косой бейки, а по лицевой стороне строчки у вас видно быть не должно, поскольку необходимо попасть прямо между двумя деталями. В этом и сложность этого способа, но он еще более эстетичный, нежели этот. Ну а вообще, если обрабатывают горловину, срез горловины и разрезы косой бейкой, то делают все аналогично, но по срезу горловины оставляют по сантиметру, по полсантиметра с каждого конца. Затем загибают срезы вовнутрь, накрывают, застрячивают. Таким образом, мы получаем чистые уголки с двух сторон. Одновременно с этим обрабатывают навесную петлю из ткани, или просто можно приточать, к примеру, вложить шнурок в косую бейку и застрочить, либо обработать навесную петлю вручную из ниток. Это просто вам идея, как еще эстетично можно обработать срез горловины с навесной петлей. Ну а теперь я продолжу обрабатывать тем способом, которым решила. Вы можете не использовать его, выбрать какой-нибудь иной способ. Но что-то мне в этом способе нравится. Но помните, по технологии в классике такого метода нет. Итак, прежде всего нам необходимо будет обработать длинный хвостик. Для этого заправим оба длинных среза косой бейки вовнутрь. Срезы должны совпасть. И затем снова сложим косую бейку пополам. И закрепим булавкой. Вот таким образом вдоль всего хвостика. Даже если здесь есть немного лишнего. И нам необходимо дать строчку по нижнему краю косой бейки, для того, чтобы скрепить срезы. И необходимо дострочить до конца косой бейки по капельке. То есть 5 мм от края вовнутрь. И на этом остановиться. Засрочили хвостик. И теперь нам необходимо вывернуть изделие на лицевую сторону. И эту полоску нам необходимо подрезать в соответствии с размером пуговицы. Представим, что мы кончик ленты заправим вовнутрь под срезы. И в таком состоянии попробуйте провести пуговицу, к примеру. Если вам покажется, что отверстие получается достаточно широким, то можно подрезать часть. И желательно сделать это под углом. То есть острый угол должен быть на сгибе. И припуск заводим максимально близко к краю косой бейки. Поскольку именно до этого участка мы строчили. Итак, завели косую бейку максимально глубоко вовнутрь. Максимально близко к косой бейке. Сформировали петлю. Также следите, чтобы косая бейка не перетянулась по срезу горловины. То есть была образовывала непрерывную линию. И сразу закрепляем булавками. И продолжаем по всему срезу горловины. Просто подправляем срез. Открытый срез вовнутрь. И накрываем шов притачивания бейки к срезу горловины на 1 мм. Для того, чтобы скрыть эту строчку, закрепляем булавкой. Ну а что касается второго конца косой бейки, то здесь все немного проще. Нам необходимо отогнуть косую бейку наверх. Далее 1 см, либо полсантиметра, которые вы оставляли припусков. Накрываем вовнутрь полностью. А затем открытый срез также сгибаем пополам, совмещая со срезами горловины. И снова накрываем строчку притачивания косой бейки к срезу горловины. Закрепляем булавкой. Прикрепили косую бейку по всему срезу горловины. И теперь нам необходимо дать строчку на 1 мм от нижнего края. Я советую вначале сметать вручную, поскольку это очень мелкая ювелирная строчка. Она будет находиться на лицевой стороне изделия, значит будет видна. Пристрочили открытый срез косой бейки по всему кругу горловины. И наша петля таким образом тоже готова. Прежде чем пришивать пуговицу ко второму стороне, ко второму концу горловины, нам необходимо хорошенько поутюжить срезы, швы. Только после этого пришивать пуговицу, поскольку иначе она будет мешать утюжке. Ну а в целом вы можете пришить пуговицу после того, как все изделие будет готово. Поэтому мы можем перейти к обработке рукавов для того, чтобы втачать их в пройму. Скрейли рукава также оставив по всем срезам по 1 см, либо по 1,5 см. И теперь прежде чем соединять рукава и стачивать локтевые срезы, пока рукав лежит в развернутом виде, мы можем обработать капельку. Сформируем мы ее аналогично, как и по срезу горловины спинки. Сложите рукав пополам, соединив локтевые срезы, и обратите внимание на срез оката рукава. Тот срез оката рукава, который глубже, относится к передней половинке рукава. Нам необходима другая сторона, задняя половинка. Теперь снова разложим рукав изнанкой наверх, и по задней половинке рукава, можете обозначить ее, нам необходимо от линии шва в сторону центра отступить примерно 4-5 см. А если от среза, то это примерно 5-6-7 см. От этой точки проведем верх перпендикуляр длиной примерно 5-7 см, так же как и по срезу горловины спинки. Аналогично посередине этого отрезка отступим вправо и влево по 5 мм, и округлой линией сформируем капельку, так же по низу рукава. Таким образом, разрезы, застежки, капельки, если вы их оформляете по низу рукава, должны быть по задней половинке, по задней части рукава. Для того, чтобы эта застежка была максимально скрыта. Ну а теперь нам необходимо будет обработать эту капельку, только срез капельки, а затем соединить локтевые срезы. Мы воспользуемся той же косой бейкой. Здесь обработка аналогичная. Мы прикладываем лицевую сторону косой бейки к изнаночной стороне рукава. Капельку по низу рукава обработали и обязательно хорошенько поутюжили. Ну а теперь складываем рукав пополам, соединяем локтевые срезы, закрепляем булавками и даем строчку на 1 см от края или на тот припуск, который вы оставляли. По всему локтевому срезу и срезы обязательно обметываем. Прострочили локтевой срез и обметали срезом. Ну а теперь обработаем косой бейкой низ рукава. К изнаночной стороне рукава приложим лицевую сторону эластичной косой бейки, одновременно выводя 5 мм за пределы капельки. И дальше продолжаем соединять срезы косой бейки со срезами низа рукава. И также оставим небольшой хвостик длиной 5-7 см за пределами второго края разреза. Ну а теперь даем строчку на 5 мм по всему краю низа рукава. Кстати, один важный момент. Длинный хвостик нам необходимо оставлять со стороны, которая дальше от локтевого шва. То есть по краю разреза капельки ближнего к локтевому шву должно остаться 5 мм. Итак, приточали косую бейку по рукаву, к изнаночной части рукава. И теперь все то же самое, как и по срезу горловины. Хвостик, который остался длиннее, складываем пополам, застрячиваем, формируем петлю, заводим хвостик, срезав лишнее. И в круговую закрепляем также все срезы второй стороны косой бейки и закрываем второй конец. Петля по низу рукава готова. Вот так она выглядит по изнаночной стороне. И вот так по лицевой. Повторюсь, такого способа в технологии я еще не встречала. Поэтому, наверное, это не самый правильный способ. Но мне очень нравятся эти линии. Особенно если делать косую бейку контрастной. Линии получаются очень органичными, с изгибами. Все благодаря тому, что они имеют однородную ширину. И поэтому образуют какую-то общую картину. Округлая большая петля сверху. Округлая маленькая петля снизу. Мне это нравится. И в целом я считаю, что если вы делаете что-то не по правилам, но именно вам нравится результат, то почему бы и нет. Рукава готова. И теперь нам необходимо вточать их в срез проймы. Ориентироваться нам намного легче, поскольку у нас есть разрез петля по рукаву. А мы знаем, что разрез обрабатывается только по задней половинке рукава. Соответственно, сторона, у которой нет разреза, является передней половинкой. Переднюю половинку рукава необходимо присоединить к полочке. Поэтому мы правильно приложили рукав. Соединяем рукав и основное изделие боковым и локтевым швом. Швы обязательно должны совпасть. И далее для удобства можете вывернуть на изнаночную сторону и в круговую присоединить рукав. Срез оката рукава к срезу проймы. О тонкостях втачивания рукава и различных способах втачивания рукава в пройму я рассказываю в своем видеокурсе по пошиву женской легкой одежды. Для заказа этого видеокурса напишите мне на почту happynassobachka.gmail.com Прикрепили рукав к срезу проймы и теперь при необходимости вы можете вметать его вручную, а затем дать строчку в круговую на один сантиметр и срезы необходимо обработать. Втачали рукава. А теперь в заключении обработаем низ изделия и перейдем к пришиванию пуговиц. Ну и обработаем в заключении низ изделия. Срезы по низу изделия можно просто обметать на верлоке либо строчкой зигзаг, а затем подогнуть на сантиметр, либо на полтора сантиметра, в зависимости от того, сколько вы оставляли, на изнаночную сторону. Закрепить булавками, а затем дать строчку в круговую. Подогнули, обязательно поутюжили все срезы, ну а теперь можем перейти к заключительной операции пришивания пуговиц и наша блуза будет готова. Перевернем спинку лицом наверх и мы можем просто наложить петлю на второй конец капельки. Капелька должна лежать ровно и плоско на столе. Приложили навесную петлю и с самого конца отверстия, то есть слева, мы прикрепляем булавку. Теперь петлю аккуратно убираем и мы получили точку пришивания пуговицы. Заправим двойную нитку в иголку и по лицевой стороне изделия подцепим немного косую бейку, то есть мы не выводим на изнаночную сторону. Берем пуговицу и пришиваем ее. Повторите эту операцию несколько раз, а затем снова подцепим немного косой бейки, обернем вокруг несколько раз ниткой и вытянем иголку. Лишнее срежем. И на этом срез горловины готов. Аналогично необходимо пуговицу пришить и по низу рукава. И на этом наша блуза будет готова. Вот и все, наша блуза готова. Я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я желаю вам успешного дня. Я точно знаю, у вас все получится. Главное, не бойтесь, экспериментируйте. И самое главное, это постоянная практика. Я желаю вам успешного дня. Это был Огонь Нас. До встречи. Пока.